Доброго времени суток, дамы и господа! Уверен, в тот момент, пока вы путешествовали по темным землям, вы набрали очень и очень много разной валюты. Очки доблести, очки завоевания, очки чести, шифры предвечных. Многие валюты, которые были добавлены компанией Blizzard на протяжении всего Shadowlands'а, можно реализовать. Реализовать, конечно же, золотишко. Золотишко нам потребуется как на покупку жетонов, так и на покупку каких-либо расходников при старте дополнения Dragonflight. В этом видео хочу рассмотреть абсолютно все валюты, вынести свой вердикт по ним, выгодно-невыгодно выменивать на что-либо. Также приложу абсолютно все макросы для быстрой реализации валют в описании к этому видео. Ну и, само собой, покажу их на видео. Что ж, давайте начнем. 15 валют дополнения Shadowlands, а нормально реализуются из них, ну, примерно где-то треть. Знания о башне вообще уже не имеются, потому что кубик полностью, например, прокачан. Знак признания серебряного авангарда, это валюта с припатча. Благодарственные подношения. Давайте начнем сверху вниз. На что мы их реализуем? Благодарственные подношения реализуются в основном на трансмог. В большом количестве добываются с сундуков призывов. Но там нужно этих подношений не 5000, а намного меньше. Можно потратить на покупку питомцев, там требуется по 5 подношений. А можно просто выкупать различный трансмог у разных ковенантов. При этом используя записенную аниму. То есть, если вы хотите конкретно трансмог для себя, окей, благодарственные подношения условно есть куда потратить. Доблесть. Или, иначе говоря, очки доблести. Мы будем реализовывать их в партию элетиевой руды. 18 голды за штучку, в одном мешочке 20 руды. Получаем 360 золота за каждые 750 потраченной доблести. У кого-то, конечно, очков доблести мало, у кого-то очков доблести много. Но закупаем абсолютно все, абсолютно полностью. Закликиваем полностью макрос. Сундучки попадают в сумку. И чтобы каждый этот сундучок не прокликивать правой кнопкой мыши, мы используем другой макрос на уже открытие этих сундучков, на открытие этих мешочков. Use партия элетиевой руды. Закликиваем макрос. Получаем 140 руды. Что вы будете с ней делать далее, решать вам. Можно просто скинуть наук, и ее, конечно же, купят. Запасенная анима. Самая выгодная реализация у некролордов. Используя макрос на покупку нагрудников Run by Merchant Item 33.1, мы будем покупать тунику. Одна такая тканевая туника продается торговцу за 88 золота. Далее. Второй макрос, который мы будем использовать, это макрос, который подтверждает покупку, который, собственно, жмет то, что да, мы хотим купить предмет. Давайте покажу, как это выглядит. Закликиваем для начала покупку нагрудников. Перед этим мы не забываем выставить фильтр «Все», иначе просто-напросто ничего работать не будет. Правильно? Правильно. Закупились нагрудниками, заполнили полностью наши сумки, и начинаем надевать эти нагрудники. Кликаем правой кнопкой по нагруднику, и жмем «Макрос». То есть мне не нужно ввести мышку для того, чтобы в центре экрана нажать кнопочку «Ок». Таким образом я прокликиваю абсолютно по всем нагрудникам, которые у меня находятся в сумке. После этого надеваю свой основной нагрудник. Случайно не продайте его, конечно же, а то будете бегать с этим эпиком 190 вейтом левела. И теперь я продаю абсолютно все эти нагрудники, которые были куплены за аниму. 35 нагрудников, 3000 золота. Выгодно? Да, вполне, почему бы и нет, а куда еще аниму девать? На трансмоге? Ну, решать, конечно, вам. Исследование каталога. Мертвая валюта, использование которой является ненужным действием, поэтому лучше перейдем дальше. Космический ветер, пепел душ, угледуш. Легендарные валюты, которые нужны для создания легендарных предметов. К сожалению, их реализация в золото крайне копеечная, не стоит ей заниматься. К сожалению, никакой реализации не придумано, даже для космического ветра, которого в изобилии. Медальон служения. Кирийская валюта, которая ранее требовалась для того, чтобы стартануть кирийскую арену в Кавенанте. Но теперь медальоны можно смело потратить на припасы, в которых находится очень много крафтовых реагентов у кирий. И эти крафтовые реагенты можно просто-напросто реализовать в предметы, которые помогут при прохождении этой арены кавенанской кирийской. А также можно скрафтить облачный планер, предмет, который можно выставить на аукцион. И он требуется для убийства такого рарника, как солнечный танцор. На этом можно извлечь немножко золотишки. Насыщенный рубин. Валюта Ревендрета, которая падает с сокровищ, рарников, а также с прогон сундука падает в количестве 50 штук. И за сундуки призыва она тоже падает, эта валюта. Выменивается на холме сумеречной крипты. Подходим к землерою. Координаты на экране имеются, да, 48,68. Макрос на ступне. Ранба и мерчанты там 29,1. Вот они, и их мы будем закупать. Закупаем. Продаем. В обновлении 9,1 были добавлены стигийские угли, которые нужны были для улучшения эпических камней, которые вставлялись в голову, в нагрудник, в плечи. Но на текущий момент это мертвая валюта. В тот момент, когда мы в самый первый раз попали в утробу, Винария рассказала нам о том, что стигия довольно-таки полезный ресурс. И до сих пор, вплоть до конца шедоуленса, она принимает эту стигию. Мы приносим ей 800 единиц, насколько я правильно помню, и получаем 1000 единиц репутации. Если мы человек, то мы получаем 1100. А под текущим бафом годовщины мы еще получим на 18% больше от первичного значения, то есть от 1000. Это довольно-таки неплохо, потому что мы лутаем парагон-сундучок от Винария, в котором находятся маунты, а в парагон-сундучке еще 4000 золота. Не забываем об этом. Но если же у вас очень-очень много стигии, то имеется ее альтернативная реализация, довольно-таки быстрая. Перемещаемся в кортию, и у интенданта легиона смерти мы будем закупать кортийское боевое снаряжение. 750 стигии, один предмет. Макрос на экране. Ну и само собой он будет в описании. Закупаем немножечко. И после этого переносим кортийское боевое снаряжение на панельку. Открываем, и все полученные предметы просто-напросто продаем торговцу. Фрагменты камня грехов. Еще одна ревендрецкая валюта, которая нужна для прокачки репутации под названием Нераскаявшиеся. Хорошая реализация фрагментов в питомца. Перо Архивариуса. Все остальное это игрушки, какие-то вспомогательные итемы, трансмоги и маунт при полном превознесении с этой фракцией. Как видим, фрагментов нужно немного, а падают они в хорошем количестве. Выполняя различные действия в Деритмортисе, мы получаем шифры предвечных. Их можно выгодно потратить в припасы Олеа, при условии, если у нас прокачан Покопок. Припасы Олеа содержат в себе 400 золота. Как вариант иногда сущность прародителей легендарный реагент. А также какую-нибудь матрицу и уникальный реагент для протосинтеза. А также трансмог видеоружия тоже иногда бывает в этих припасах Олеа. Само собой, если у вас скопилось очень много шифров предвечных, то это неплохая реализация данной валюты. Очки завоевания. Мы потратим их сейчас, но голдишку скупленных сундуков получим чуть позже. В чем суть? На текущий момент, если мы за очки завоевания покупаем сундуки и открываем эти сундуки, то там падает какая-либо шмоточка 275 уровня предмета. Сундук можно переслать по нашей учетной записи. Да, таким образом можно неплохо одеть твинков. Но если у нас нет твинков, или они уже все одеты, или одеты даже лучше, то сундуки можно засолить. Мы не открываем их до старта Драгонфлайта. В тот момент, когда дополнение Драгонфлайт стартанет, пройдет немножко времени. Система будет считать, что сезон уже окончательно все полностью закончился. Мы откроем эти сундуки, и там будет валяться 200 голды в виде серого предмета. Так сказать, вклад в будущее. Тратим сейчас, получаем потом. Честь, или иначе говоря, очки чести. ПВПшная валюта, которую мы будем выгодно реализовывать в щитке. Подходим к брокеру, который продает товары за очки чести. Нажимаем фильтр. Все. И после этого пишем макрос RunByMerchantItem34.1, так как щиток у нас находится на 34 слоте. Закупаемся. Закупившись щитками, конечно же, мы можем их надеть. Если мы можем их надеть. Но так как я играю на ДК, щиты я надеть не могу. Они будут валяться 2 часа. После этого я продам их за золотишко. Пустынная реликвия, которая заполняет наши сумки, тратит свободное место в инвентаре. Выгодно можно потратить на покупку плащика под названием Пелерина предшественников. 160 пустынных реликвий, выменивается на 65 золота. Покупаем. Продаем. Вот и все. Получилось довольно-таки информативное видео. Если у вас есть какие-то иные реализации, или вдруг я о чем-то забыл, дайте знать об этом в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Также там будут абсолютно все макросы. До скорого.